Сырский, самые жестокие бои на Покровском направлении, бригады круглосуточно держат оборону. Российская армия ведет штурмы, сразу у нескольких населенных пунктов. Необходимо усиливать позиции украинских военных. Как сообщает РБК «Украина», об этом сообщил главнокомандующий Александр Сырский у себя в Телеграм. По словам Сырского, последние дни он работал в бригадах, ведущих оборону на Покровском направлении. Там сейчас сложилась самая сложная ситуация. Поэтому постоянно приходится принимать нестандартные решения по укреплению обороны и уничтожению наступающего противника. Самые интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного и Красного Оврагов, непосредственно в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидовым, рассказал Сырский. Главком заметил, что там бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск. При всем наши бойцы проявляют мужество и героизм в боях с превосходящими силами противника. В таких условиях наша главная задача – усилить оборону наших войск на наиболее сложных участках фронта, обеспечить бригады достаточным количеством боеприпасов и других материально-технических средств, подчеркнул Главком. Ситуация на Покровском направлении. Российская армия продолжает наступательные действия вдоль всей линии фронта, но наибольшее обострение наблюдается на Покровском направлении. Войска РФ подошли к городу Покровск на расстояние 11 километров. В самом городе введен длительный комендантский час и объявлена эвакуация гражданского населения. Ранее Сырский заявлял, что в Покровском направлении россияне активно используют свое преимущество в живой силе и военной технике. Каждый день там происходит более 50 боевых столкновений, а россияне теряют до 300 солдат. Как рассказал военный эксперт Алексей Гетьман, в отличие от других направлений фронта, под Покровском рельеф способствует наступательным действиям российских захватчиков.